Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, канал Лёша Играет, и я представляю вашему вниманию игру 2х2 в Seedmars Civilization 5. Я играю за Карфаген в команде с игроком 12G, который выбрал Данию, против Австрии и Японии на карте 4 угла. Напоминаю, воздержитесь от бессодержательных спойлеров в комментариях и от оскорблений игроков. Спасибо и приятного вам просмотра! Слушай, а берсеркам железо нужно? Нет. Так, ну вот мы уже не по диагонали. Окей, окей, нужно железо. Нужно железо, да. Сверху и снизу мы с тобой находимся. В принципе, у меня неплохое место. Я предлагаю сразу идти к центру дуболомами в любом случае. О, блин. А, значит, между нами горы. Ясно. В общем, вместо морей тут будут горы. Я думаю поставить на холмик выше, у меня будет камень сразу, я на холме. Я так и сделаю. А со мной что думаешь? Вот у тебя тут как бы на развитие такая местность. Как бы в Сидневековье выходишь, фермы, полетели город растить. Да. Вообще нужно еще думать о том, что ты будешь ставить волю, скорее всего. Ну, понятно, что в волю будем играть. Хотя я, кстати, не факт, мало ли. Слушай, тебе нужно побольше городов поставить. Да, я бы пока пошел, наверное, вниз по селенцам хотя бы глянул, что там. То есть вот это место сверху с вином и пшеницей для какого-то другого города. Да, ты можешь прям под гору на лог попробовать, посмотреть, что там еще. Ну, в принципе. Ну, в принципе, уже примерно. Да, в принципе, можно тут и ставить. Единственное, жалко, что не на холме. Ну, да. Но зато, по-моему, эта столица вообще хрен берется. Хотя, если они будут оттуда переть, вот на эти холмы встанут. Слушай, может мне вообще... Не, нормально она берется. Может мне вот на луг, который еще ниже встать? Ниже горы. То есть следующим ходом. Ну, не знаю. Тогда, мне кажется, не берется столица. Ну, не нужно играть от того, что они сейчас пойдут твою столицу ломать. Нужно просто играть. Как бы просто в темп, так скажем, не знаю. Да нет, это понятно, что в темп. Просто я смотрю, вот это место, где я сейчас стою, например, да, у меня даже не будет холмов сразу. А если я ниже стану, то у меня будут и холмы в этом радиусе. Единственное, что там, я смотрю, тундра какая-то начинается. Но, в принципе, тут есть и холмы, то есть сразу для производства, например, и еда есть. Ну, если ниже, вот именно на холм ниже встать. Не на холм, извини, на луг вот этот. И сам город лучше будет стоять для обороны, например. Ну, не факт. Может, там еще справа холмы стоят, на которые можно вставать и стрелять по тебе, а ты тут не сможешь стрелять. Да, но проход, проход к ним будет очень... То есть тут уже где-то горы должны быть сразу, вот, слева, которые разделяют меня и соперника. Ну, у меня есть такая вот идея, Литя, то есть сходить на лес нижний, посмотреть, если что, поставить на луг. А, точнее, вот, посмотри, справа от твоего дуболома вот уже горы, которые разделяют. Собственно, у меня в этом же месте они будут. То есть отсюда где-то три клетки до этих гор, получается. Какая идея, ты говоришь? Ну, вот смотри, сходить на лес внизу, потом, если что, поставить на луг правый. Или, чтобы потом можно было сходить на луг, посмотреть и вернуться. То есть, чтобы у тебя города тоже далеко не стояли. То есть, если они будут лезть на эти песчаные холмы, то у тебя два города смогут стрелять туда примерно. То есть ты один где-то на вино сверху, послешний слева. Ставлю на лес, посмотреть, что там, а потом... Да. Все равно тут уход теряется. Окей, поехали. Ну, мне такие все-таки пока этот луг нравятся. Место на лугу. Тогда будет раз, два, три. И вот к вину и пшенице город влезет. В сторону оленей еще город влезет стопудово. Ну, да, на самом деле. Перед тех холмов не так уж много прям. Ну, как бы, нет, нормально вроде, но вот справа, где дуболом, там что-то вообще, коляски прям. Да, да. Поэтому я хорошо, что оттуда ушел. То есть, если они, например, могли бежать, то... Ну, вот олени тут будут еще у столицы. Что-то какая-то местность в центре неприятная. О, блин. Это не очень хорошо, на самом деле. Лучше фо тут не было. А вот и грешка. О, то есть она будет защищать проход. Не, кстати, нормально. Туда можно будет поставить город. Нормально. То есть, видишь, проход ко мне защищает ГГшка, как минимум. То есть они уже не могут, например, меня подселять. А ГГшек у нас... А чудо смогут подселить, почему нет? Смотри, там горы сейчас будут. А вон я наш... А, нет, это еще ГГшка. Тут сейчас будут горы. То есть мне надо успеть второй город поставить под это чудо, чтобы Магадиша не досталось. Ну, он, в принципе, не будет сюда стремиться пока, потому что там эти леса. Ты сразу уже с монумента начал, а не со скаута? Да, я решил... Зачем исследовать, у меня далеко не будут бегать, я сейчас тут погляжу, да, назад пойду. То есть у нас сейчас на развитие, да? Ну, или сейчас построю, да, чтобы... Ну... Не, не, развитие, это волю, понятно, я буду играть, но все равно. Хочу быстрее просто ее взять, чтобы город быстрее ставить куда-то. Ну, тут еще и леса такие. А Монако они первые нашли. Жалко. А вот и... Вот и австриак. Ну, что, не будем им войну объявлять? Пускай они объявят. Знаешь, Дискорд иногда подлагивает, и вот то, что ты сказал, оно буквально за секунду произносится так забавно. Не замечал за мной такого? Ладно. Нет, не замечал. Тут река у Монако неудобная очень. Тебе вот на где-то на холмик вставить просто, и все. Ниже коров. Может, прямо... Я так думаю. Я так думаю. Слева ты не сможешь, а снизу тут у тебя коляс... Ну, проход такой. Да, проход. Не знаю. Ну да, на холмик, наверное. Согла я пойду искать... Японца. То есть у нас австрийц сверху получается, а японец снизу. Справа там, да. Вообще, места много в центре, мне кажется. Так, это обычные четыре, а вот и японец. Блин, прыгнул все-таки. А он бы и так прыгнул. Ну, я думал, может, он походил уже. Знаешь. О, блин. Да, хрен я тут по... Я-то могу только по Дулуру ставить. Так, что мы открываем? Или на скот. Открываем мои. Или слева от Улуру. Открываем техи, техи, не забывай. Лё, щас слышу. Слева от Улуру на скот прямо? Вообще, три ГГшки без... Слушай, а как бы... У них один сермор у всех. Нет, не на скот, а выше слева. А как бы эти специи-то забрать у Флоренции? Да хоть сейчас. Давай деньги. Сколько надо? Так, сейчас за 55 я покупаю. Ещё надо... Так, 35. Возьми всё. Слабинцы, не можешь дать потребовать? Сколько она хочет? Сколько не хватает? 65. Не хватает сколько? Минус 65. А, нифига себе. Так, я думаю, японец тоже захочет Кулуру поставить что-нибудь. А ты смотри, у него тут река, ему идти долго. Тебе, возможно, даже... Сколько у тебя сейчас посел будет строить? 11. Ну, на эфнахолмы если поставить, примерно 9 должно быть. Да, ну давай... Можете, где ставить? Там выше коров слева? А, вон у него город, смотри где. Слушай, так он тоже Кулуру недалеко, блин. Давай, наверное... Можно из монумента? Да, блин, я не успею сейчас переключиться уже. Так, 9 ходов, да. Смотрите, что тебе нужно будет защитить его. И надо думать, собственно, где ставить. Странно как-то... Я бы поставил слева Атулуру на второй клетке. Как? Слева Атулуру выше скота? Или что? Да. То есть, второй клеткой ты купишь, потом денег тебе дам. Сколько там? Я думаю, там должно... Хотя она дорого будет стоить, чудо. Раз. Два. Три. И на четвертый ход я поставлю. Ну, в принципе... В этом есть резон. Железный нож. О, ни хера у него. Киота, кстати. Очень неплохо. Ну, на самом деле, это медь. Не знаю, она не на холме. Нет, она не на холме, но ты ставишь там... Производство, ты еду получаешь, Деньги и производство еще при этом. Отлично. Варвары к нему пошли. И он еще вот может город вставить в сторону Атулуру. У него, видишь, тут будет два... Две пшеницы, лошади, слоны, камень. Вот на речке где-то тут ставить город. Тоже очень неплохо. Вся, не Магодиша еще не нашли. Это хорошо. Я сейчас Дань смогу, наверное, стристи к следующим ходу. Видишь, что я строю, Леш? Да, вижу. Ну, как, не нашли, если у него есть обещание защиты. Это мое. Оп, Дань взял. Молодец. Так, буду скаутом, наверное, отходить. У меня бы на твоем месте, наверное, осталось. Понимаешь, у меня сейчас будут варвары атаковать. Или его будут атаковать. Проблема будет только с ним вдвоем ударят. Но ты должен успеть похилиться. То есть у тебя хилка через два удара будет. На четыре опыта, правильно? Да. Если они вдвоем ударят, ты хилишься и стоишь дальше. Если один ударит, то просто стоишь, что не сильно будет. Ну, как бы сильно, но он тебя не убьет точно. Видишь, не решил даже не убить. Он может, кстати, хочет здесь поставить, но он не знает, что здесь это, что здесь ГГшка. Да, кстати. Не, ну он, скорее всего, на реке будет ставить вот там, где. Ну, как, он, конечно, хочет пойти вообще прям кулуру зафигачить. То есть, где он может поставить... Вино только нормальное ему поставить можно. Только на вино. То есть, вино для него хорошее место. Так. И он ему туда идти, если что. Раз, два, три. Ему, кстати, дольше идти, чем мне на мое место. Слушай, я вот прям сюда на вино и встану. Еще Дань собрал с Монако. Так, только я последний парень. Ну, хотя тут разница 12-14. Может, ты еще и с Флоренцией придешь и возьмешь, Дань? Не, надо видеть, что он тут с каутом уже ко мне бежит. Да, да, да. Кстати, это видео вышло при поддержке космической глобальной браузерной стратегии ConsolWar.ru Обязательно загляните на этот сайт, а после регистрации введите кодовое словосочетание Леша Рептилоид. Получите пригоршню бонусов. К тому же, буквально со дня на день в игре появятся глобальные новшества. ConsolWar.ru Скаута убил ему. Четко. Молодец. О, с ними железо сколько? Ну, все, отлично. Я вот думал, город даже, знаешь, поставить вот ниже Монако, слева там между Магодиша. Ну, они все по два. Это все железо два, 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 то есть шесть. Да, это не самое важное. Хотя, да, окей, это важно. У тебя вон два есть тоже. Что-то у тебя мало, кстати. Ну, я же не все открыл еще. И это, кстати, железо типа около моей столицы должно было быть. Это стратегический баланс, блин. Да, как бы мне сейчас дуболомы не потерять. Я не думаю, что он быстро приведет сюда на вино. Он до трех вырос. Ему, да, да, он не строил. С варваром это мешать бы. Тебе вот, знаешь, я бы, думаю, с вина уйти, встать, скаута убрать и поставить туда воина на место, а скаутам помочь по селу дойти. Я думаю, так нужно сделать. Ну, это можно следующим ходом, наверное, а не этим. Ну, можно, да, следующим. Потому что посел только через ход появится. Скаут к нему быстро прибежит. Ну, кстати, Магадиши и Флоренция очень неплохо меня защищают, если что. Хотя Флоренция как бы мою территорию занимает. О, боже, блин. Вот сейчас там не в тему появился варвар сейчас, и он ушел. Блин, а вот тут варвар не в тему встал на производственное место. У меня теперь на один ход дольше посел строится. Не очень удачно я подвинулся. Ну, хотя вот там вот в тундре слева вверху мне можно горло влепить. Давай, Лёша, охоту изучим потом. После гончарта. Поставил. А лучники нам не нужны? Хороший вопрос. Ну, я думаю, сейчас нет. Сейчас нужно просто вот хорошо защищать своих юнитов и лучники не особо пока. Ну, охоту потерпим 5 ходов. Ну, блин. Ты хочешь лучника построить после посела? Тебе нужно монумент, возможно, рабочий. Нет, я хочу строить... Переключи клетки главные. Да, да, я хочу строить... Копейщиков. Слушай, как думаешь, рискнуешь повезти сверху посела? Или лучше уже тут везти, как я хотел? Справа. Вообще, я думал, ты сверху повезешь, но там в река... Нет, лучше подожди. Так наверняка будет. Там вот у тебя варвар будет стоять сейчас на пойме сверху, мало ли. Слушай, а мы больше не нашли чудес, да? Не нашли. Ну, смотри, тебе раз, два, на третий ставишь. Я думаю, ты успеешь. Ну, вот куда ставить? Ему ставить на вино, выше справа от вина. То есть, это даже места не такие уж... А, нет, он не может там поставить. Самый нормальный выбор у него на вино ставить. Да, он только на вино. А другого вообще нет, кстати. Нет, ну он... Я думаю, что он просто поставит на реке вот здесь. То есть, он уже улуру... Улуру... Улуру не захватит тогда. Он только на пшеницу поставит. Да. Ну, это глупо. Ну, варвары просто не дадут. Тебе должны дадут. Опа, закрой, закрой! Тихо, тихо, тихо. Спокойно, спокойно. Я одновременно это делаю. Сейчас блочить будет. Может, есть смысл тебе воинам влево сказать? Да, вот так. Так, ты давай с собой занимайся. Хорошо, хорошо. Ты перепугался уже за тебя. Опенгаген мне как-то зря, наверное, сходил вверх. Что-то он все сверху города закрывает неплохие. Вопрос только вот теперь двигаться мне или не двигаться. Он же может как бы захватить посел, если я пойду. Не, зачем тебе двигаться? То есть, пока я не люблю... Так он сейчас будет лечиться. То есть, пока я... А ты влево пойдешь. То есть, он может тебя блочить, да. Но он тебе даст все равно пройти. Так я говорю, сейчас мне идти скаутом... Ой, этим поселом на овазис или нет? Я думаю, да. Просто идешь поселом вместе с этим. Он не знает, куда ты хочешь поставить. Ну, конечно, не знает. Фуф, получилось. Фуф, получилось. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Тупой фастклик Ну вот сидит, смотрит Специально поставить скаута туда, понимаешь? Лёш, луки Офигенная пошаговая стратегия Ну класс, он ещё и в этот пошёл, блин Это жопа Ну что, атаковать сейчас двумя этими, как думаешь? Я думаю, да, сначала воинам Посмотри, сколько останется Не хватает убить На следующий ход сможешь забавить Ты понимаешь, что внизу стоит дуболом японский? Блин, ну какая жопа Ну это Пошаговая стратегия Епперный бабай А если он вверх пойдёт? Фу Он заберёт А, он ударил тебя? Да С варвара может забрать, кстати Да, варвар и заберёт, судя по всему Ну блин, ну Я ненавижу эту игру Ну это же тупо Ну согласись, что это тупо Чувак просто поставил своего скаута Чтобы мой скаут вот туда пошёл Ну твой скаут вообще непонятно, почему туда пошёл Потому что у него зона контроля появилась Как только он скаута туда поставил Тебе нужно было, Лёш, смотри, сделать Посила и скаута сразу же тыкаешь Я точно так и сделал Ладно Ладно Слушай, я не хочу дальше играть Честно тебе скажу Ну это издевательство над игрой просто Города государства беспокоены С первого раза Что такое? Да, потому что ты сразу объявляешь Им объявляются две войны, а не одна Подожди, в смысле две войны? Я чего-то не знаю Нас с тобой двое Им объявляется две войны Я понял А у тебя тоже с ними сейчас так стало? С тобой они это обеспокоены? Только не пиши ничего, Лёш В каком смысле? Ну в смысле он там спасибо этим писал Просто, Лёш, построи ещё посилен Да не волнуйся, я на троллинг не ведусь Меня раздражает вот именно игра вот эта вот вся Ладно, уже не вернёшь этого ничего, Лёш Лёш, иди глю Я думал, что ты должен поставить посил Нет, мне теперь уже надо идти в бесплатного посила и только после этого строить Поэтому пока я буду строить армию Окей У меня уже до бесплатного посила осталось шесть ходов Смысл мне сейчас посил строить? Давай календарь, потом каменную кладку Ну теперь, в принципе, можно у всех забирать рабочих, у всех городов, государств уже В хороших отношениях мы с ними не будем Только если захватишь рабочего, мне не возвращай его Да, конечно, конечно Там уже сберусь Так, а куда он скаут тогда делал? Вверх, что ли? Может, мы убили, кстати Нет, я даже не Даже если рабочий не заберу, я ему не дам город поставить Смотри, я только что атаковал скаута на холме Я его проатаковал, он куда-то увел Значит, вверх он пошел Боже, ну это тупо Это просто... Я не могу это Ну что, сидел вот этот великий стратег Помидор Сидел, держал скаута И внимательно наблюдал, как только я похожу этим поселом, понимаешь И сразу поставил скаута своего Подставил так, чтобы мой скаут не походил вслед за поселом Не, он сейчас сюда... Слушай, ты бы стоял тогда тут своим дуболомом, наверное? Я так и думаю В принципе, ты сейчас можешь... Я тебе рабочего поведу через Флоренцию вниз Да, да На пряности и там сам уже начнешь обрабатывать Да, точно Он не поставит город, он не заберет чудо Представь, что мы дали им фору просто Вот бы мне кто-нибудь такую фору дал Так, ты понимаешь, как тебе развиваться в Берсерке? То есть ты руководи нами Что ты имеешь в виду? Да, я... Пока что просто нужно поставить городов, промка там, всякое настроение Вот это все делать Можно в библиотеки будут выйти, без философии пойти в это Может, прям вообще без библиотек? Или без библиотек никак тут? Слушай, я напомню... Ну, посмотрим В чем вообще эти ребята? В мастерских? Да, в мастерских сразу Они раньше мечников, плюс на три клетки ходят, плюс грабят У Австрии... Ко мне пришел У Австрии там куча, что ли? Пустынь? Нет, пустыни Он взял на пустыне Так, ну ты там... Рабочего... Как? Спасешь? Я вот думаю, отдать, не отдать ему То есть, я не уверен, что... Если я смогу городом убить его, то я его заберу обратно Подожди, это не рабочий Магадиша, разве? Это он, кстати Ну Это плохо Это плохо Ну как, просто клик сейчас, кто кликает лучше Там я его выиграл внизу Поздравляю В принципе, ты можешь забрать, наверное, уже раз мы плохо так с ними обращаемся с ггшками Странно, что он не стал союзником уже сразу Слушай, а Магадиша, наверное, все равно придется забирать, нет? Возможно Веди-ка мне там рабочего Там слева ничего нет, а то мне этот мешает Нет На всяком случае не было Конечно, там мог как-то японец пробраться Через Магадише А ты сейчас его скаута убил, или он его убил, да? Я его убил Интересно, где еще два чуда? Может, Монако тоже забрать? Можно, но так надо Только надо посмотреть, где там вообще австриец Может, он Монако будет легко отбивать А давайте им лишнюю культуру Не, забрать А, рабочих отбивать? Идет поселенец вон японский Посмотри, пожалуйста, за ним Если он поставит на реке, то норм Потому что у меня уже посел следующим ходом Посел сейчас появится Где копейщик стоит Вот, видите Он всегда появляется в этой клетке Идем калуков теперь Если тут внезапно будут заняты, например, рабочим Эта клетка, то по часовой стрелке Куда идем? В меткалуков Забирать рабочего еще раз? Подари мне рабочего, пожалуйста Ну, если он тебе нужен, то забирай Я не думаю, что у нас будут хорошие отношения с ГГшками теперь Он убежит сейчас Ты убежал тоже Ладно, не пойду уж за ним Не, мне этот копейщик нужен, чтобы защищать поселенца Прямо вот в меткалуке ставить, да? То есть мы прям прямой налеткой в меткалуке Окей Не, ну если тебе что-то другое нужно, скажи Офига себе Я второй по армии И прям от тебя не особо отстаю Слушай, может мне у Флоренции надо было дань взять, блин? Надо было бы Да, но только там минус 59 Сейчас я попробую подвести А в скольки клетках должен быть? Пяти на этой карте, я думаю А, у меня минус 9, блин Не хватает у меня силы А если я этого вылечу? Ладно, сейчас я поставлю город сначала Ну, вон Токио, где поставил Блин, жалко, ты ушел дуболом Сейчас он опять прибежит ко мне Я вот тоже думал тебе это Я думал тебе вообще этого вылечить подарить Да, я думал оба, надо было бы мне и подарить Я бы взял дань с Флоренции Сейчас так и сделаю Вообще, конечно, посмотреть, что у них там происходит Тоже неплохо было бы Что-то я про пирамиды забыл Про все забыл вообще Они то же самое, что мы, открывают Ну, они, видимо, идут То есть, в принципе, против берсерков Как раз мечники и длинномечники Это единственный вариант Я помню, я за майя Очень неплохо отбивался от них пикинерами Но это при условии, что у меня была там Очень тяжелая местность для атаки меня И там буквально 4 клетки Я поставил такой город-затычку туда И 4 пикинера стояли, чтобы он берсерками бился об них То есть, пикинеры, в принципе, тоже неплохо стоят против берсерков То есть, их постоянно менять надо Там дороги провести Здесь такая территория, что они не смогут То есть, тут берсерки будут просто бегать Океалени тупорылые Поэтому надо что-то Деньги нужны? У меня минус 9 Ну, у меня 109, в принципе А, купить клетку Нет, мне хватило Соточку стоило Так, ну что, я возьму пантеон на плюс 4, наверное Или что? Возьми Я могу взять культуру от вина еще, в принципе Ну, так себе Тут религия, наверное, неплохо зайдет Что-то ты мне не ведешь дуболома для того, чтобы я дань брал Нам не нужны уже больше денег? Сейчас я же приведу Что-то я вот сейчас посела достраиваю Мне его... Как бы, получается, нету защиты его везти Я стою тут, жду дань собрать Все, я взял дань Оказывается, надо было всего лишь копейщика вылечить А может, там у него из города вышло Из... Из БГшки Ну, не знаю Вышел, и защиты меньше стало Возможно В общем, дань я взял В общем, дань я взял Так, ну я сейчас попробую поселенца поведу влево от Карфагена Надеюсь, там будет место Потому что вот там, где слева от Утики, мне не очень место нравится Ну что, плюс четыре беру к чудесам Да, берешь Вообще-то такая река разделяет нас всех Снизу до верху река Ну, красиво, посередине Она, правда, еще вдоль горы внизу идет Так что ты не сможешь просто на гору прыгать и бежать по ней Я вообще не смогу на эти горы прыгать и просто бежать Потому что я тебе напоминаю, что я 50 очков здоровья теряю, если на них прыгаю Если один раз тебе нужно будет пройтись, то река будет мешать А тут четыре клетки у гор Так что просто нет Блин, вообще амбар надо тут строить Еще, ну я сейчас дострою Копейщика Блин, мне очень удачно Сейчас я не хочу под лучника подставляться Так, а у тебя на Магадишо тоже влияние плохое сейчас? Конечно, у нас абсолютно одинаково С тобой, когда ты объявляешь войну, то и я объявляю войну городам-государству То есть, соответственно, абсолютно одинаково То есть, я Магадишу объявил войну А у всех остальных испортилось по этому поводу ко мне отношение Ну, кстати, мы только один ГГшку, одну ГГшку только не нашли Я думаю, что она либо у японца, либо у австрийца где-то Ну, нам важно копить деньги, мне кажется, на ап берсерков Вот сколько, ты помнишь, сколько? Там, по-моему, 70 стоит, нет? Честно, не знаю Задание-то играл последний раз, может, год назад Я, по-моему, у меня на сайте есть таблица по поводу апгрейдов Я, правда, не уверен, что там будет про берсерка Но таблица апгрейдов точно была Стоимость улучшения юнитов О, слушай, смотри, вот внизу у меня посел Может, на этот холм просто поставить Смотри, тут и на реке будет Да, нормальная идея Слоник Вкусненький Будем вгрызаться В хобот слону И будем его с медом есть Нормальная идея? Чудесная Читаю, вот мне у них кажется, что они пирамиды строят уже Мне тоже кажется, что я их забыл Что они строят Я, вот, думаю, не начинать, наверное, скорее всего А, вот, думаю, что я их забыл А, подожди, так у тебя сначала дуболомы Так, слушай, нам сначала в мечников надо выйти Это ж мечники апаются в берсерков Да Сначала дуболомов надо будет в мечников апать, а потом Еще в берсерков Ну не, лучше уж построить мечников Ну вот я про это и говорю, что давай-ка мы сначала в мечников побыстрее Вот тебе и пирамиды, кстати Давай сразу Давай меткалуки уже откроем до конца Не, меткалуки, потом, видимо... Можно мечников сразу Блин Я вот думаю, нам идти в библиотеки или нет? Я вот тоже думаю Давай сначала откроем мечи Ты понял? Да Я понял О, тут железо есть, отлично Сколько у нас 10 железа всего получается? Что-то мало Ой, тебе хватит Двенадцать Поверь Десять берсерков это... Это норм Что, мне нужно будет в лагере у тебя слева свыше Карфагена забрать Там есть лагерь Я смогу дешево немножко это влияние повысить, я смогу дань собрать Ну, конечно, сама скоро понизится У меня, кстати, тоже Магадиша просит этот лагерь В принципе, я сейчас первый по армии Ну, окей, ты можешь тогда сам пойти потом в лагерь забрать и дань требовать Надо армию главное больше, чем у них держать все время Вдвоем Обоим То есть, чтобы второе место даже у них не было Так, у тебя есть лишнее счастье? А у меня, Леш, тоже проблема У меня сейчас два счастья, я оставлю город А у меня три счастья, я оставлю город Ладно Но я тебе смог... А, через ход смогу Магадать Отлично Это здорово Пойду к тому лагерю копейщиками Он лучника у Токио вывел Так, а что у нас вообще со счастьем? Вот у меня будут специи, шелк Слоны У тебя вино двойное И двойное вино А больше у меня, кроме двойного вина, ничего двойного и нету У меня две соли есть У меня есть меха Все, в принципе, тоже То есть, я тебе больше смогу давать Но я, правда, еще не все открыл Блин, интересно Вот чудеса, видимо, у них, значит Им свезло, конечно Правда, интересно, какие чудеса Спасибо Спасибо Японцы уже четыре города У австрийца три По развитию они везде на первых местах Там Килиманджаро Килиманджаро есть У японца Ну, зашибись Че нам так везет постоянно? Ну, тут холмов не так много, это не страшно, окей Поднили саду луга Это да, кстати Ну как, к японцу вон Короче, надо сначала, видимо, австрийца брать То есть, брать Монако или идти к австрийцу Потому что у японца, смотри Так, токио у него, конечно, берется Но дальше, смотри, какие холмы стоят Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Теперь пойдем мечников, наверное, хотя Да, понятно, сколько они будут открываться у нас? Нажми Один из ходов Давай, давай Я бы открыл сначала мечников Просто для того, чтобы их строить хотя бы Чтобы не строить какие-нибудь другие юниты То есть, нам Лучников, наверное, не надо строить И причем еще есть Такая тема, типа, кому-то из нас Одному их отдавать, чтобы Кто-то только один терял, например, деньги Хотя тогда науку будем терять В армию? Ну, типа того, да То есть, мечников же много надо настроить Хотя бы штук шесть Блин, а почему он Плохо? Что? Там у токио стоял копейщик И он просто ушел Не проатаковал лучника вражеского Ну, бывает Я из этого юнит потерял Ладно Теперь он этими юнитами Сейчас карфагену и утики пойдет Блин У него там скаута убили, кстати Хотя Японец последний по армии Это, судя по всему, у него вся армия Да, не пойдет Вся армия у него Леш, мне нужно, чтобы ты поставил город И вино обработал быстрее Чтобы люкс получить Сейчас я закончу Амбар И начну строить Точнее, я еще вырасту до четырех Пойду вырубать лес на шелке И как раз буду строить Ну, с леса ускорю поселенцы Слушай, а мне пряности нужно Давай поменяемся Один в один Вот Слушай, спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Блин, ну вот лучник тупой Да, ну придется сначала поставить город, видимо Ладно, рабочего, следующего Погоди, шестен и построил Ну, это обычно так и делают города и государства То есть им воины объявляют, то есть они считают, что они в каких-то таких не очень условиях Надо бы мне обработать железо, чтобы я поставил воина, чтобы оно сразу переключилось на... Нет, Килиманджаро хороший Хорошо, что я взял плюс четыре, кстати Потому что Килиманджаро сам по себе очень неплохое чудо Даже если не брать его бонус, потому что там и культура есть и... Что там и золото... Уф... Уф... Так, и потом слонов надо будет обработать Как раз требует у меня... Австрийц первый по армии Плохо? В общем, мечника в персерка будет стоить 70 монет Апп Поэтому вопрос, сколько нам нужно этих мечников, соответственно... Леш, у нас... Не будет у нас денег, если мы по воле играем Да, но мы будем дань собирать постоянно То есть мы должны быть первые по армии с этими мечниками Окей, я согласен, я же тоже копии настрою тогда Или мы сейчас будем мечников и буду именно мечников строить тогда? Конечно, мечников Сейчас выйдем... Точнее, я уже лишь в утике поставил дуболома, чтобы он превратился в мечника То есть уже можно там что-то начинать подстраивать А ты железо только одно пока обработал, да? Ну, в следующий ход могу еще пойти Тебе оно нужно? Ну, у меня пока не обработано Ну, я пока и вроде... Я просто хочу еще два города поставить Как можно быстрее их поставить, чтобы они начали уже что-то выдавать Правильно, ставь, конечно Конечно Монако стену построила Так, ну здесь, кстати, цирк можно будет построить Давайте тоже, наверное, начну война одного Сейчас вылечится следующим ходом, да? Можно идти Плин, ну вот Просто нет слов Постоянно эти какие-то появляются Так, надо, видимо, с этим лагерем разобраться Иначе проблемы будут Да, оба чудо у них Судя по тому, что у австрийцы 37 еды Хотя у тебя сколько еды? 33 О, столица столица большая Он ее там на каких-то королах может растил Потому что у него он в два города играет, если не ошибаюсь В три, точно В три города Уже три, окей Но сначала он в два Видишь, у него залезло пять уже У него три города давно стоит То есть он их, видимо, сразу поставил Ну да, все по воле пошли Ну да, все по словам Постоянно Усер Наверное, не буду трогать этого копейщика Ха он там идет Мне главное с лагерем разобраться Так, смотри Через три хода Магадиша Будет нормальное отношение у тебя с ним У меня юниты далеко Я видишь, там с варварами делюсь Я сейчас подстрою, да, еще юнитов Тогда Блин, надо железо обработать Еще вот здесь Я же вообще последний стал Они подстроили армию там Нам надо тем же самым заняться Ну, у меня нормальная армия У меня просто она сейчас коцана из-за варваров То есть я вылечу все То я буду первый, скорее всего Но я, тем не менее, два мечника Ну, два дуболома строю Чтобы они мечниками сразу встали И пойду с Магадишей и Флоренцией дань брать Ох, как же, Лёш, мне Ты один город хочешь там поставить, а не два Где? Ну, у себя на территории Тебе бы можно было смотреть слева Между пшеницей и лошадьми на холм раз Плюс слоны, кстати, вторые у тебя там И где-нибудь на правое вино А, нет, подожди, или на пшеницу Нет Ну, я могу здесь только между пшеницей Там еще может Или не влезет уже, нифига Ну, если только вот на самую верхнюю пшеницу Ну, это, конечно, такое себе Ну, один город на такой территории тоже ставить Можно тогда и не на холм А, нет, нельзя На лошади поставить сразу Тоже нельзя Да, тут не влазит Есть, есть один вариант Ну, да, ну, на пшеницу, если ставить верхнюю Ну, это такое Ну, думай, Лёш Вообще, конечно, хотелось бы два города Ну Три Ну, я могу еще на крайнюю пшеницу слева поставить Тоже вариант То есть тот я ставлю, где я хотел Вот там, где у меня раненый копейщик стоит Или, слушай, или где не раненый ставить Вообще, тут неплохо, мне кажется, тоже Успел А там могу либо на пшеницу, либо вообще на клетку пустынную, кстати Между прочим Можно на пустынную, да Даже это лучше на пустынную, чтобы оставить и пшеницу оставить Не мешаться гипорегиусу Так Так Наверное, пора уже дороги строить Сначала бы железо обработать, честно говоря Да и вино надо, блин Так, здесь Почему здесь эти копейщики появляются постоянно, ну? Леш, дай мне одну монетку Ну или чуть больше может дать Вход или так просто? Просто А еще пошли сразу в литье, наверное Я тебе соль отдам через три хода Но они, судя по всему, не выходили В библиотеке Да, они выходили, 0% Как и у нас Так что они тоже прямиком туда едут Ну это, в принципе, правильно Я не думаю, что мы здесь что-то наапаем Потому что у меня вот деньги тратятся на содержание юнитов Очень много, на здания Еще раз говорю Мы должны деньги насобирать здания городов государства Вот сейчас время очередную дань собрать И к берсеркам мы еще раз дань соберем То есть вот сейчас нам надо вдвоем С трех городов государств собрать дань Шесть даней надо взять Благодарюie п silence Благодарю И демота Благодарю Ммм, мешает этот, ладно, вырублю тут лес пока. Кутика растет, Леша, обработай сразу два вина, пожалуйста, себе и мне, мне счастье очень надо, ты видишь, что мне надо сваривать, да, вижу, ты так говоришь, я одного варвара не заметил, мне тебе жалко вино обработать там, буду защиту обещать. Блин, а у тебя Монако не хочет чудо природы найти? Хочет. Где бы нам его найти? Хотя, кстати, я еще ниже Флоренции не исследовал, вдруг там что-нибудь. Ты уже всю свою территорию посмотрел, да? Ну да. Нормально, ну йокерный бау... Ну смотри, смотри, что происходит, появляется метколук, они тремя юнитами атакуют моё копье и убивают. Нормально вообще? Причем, который был там не в красной зоне, он был раненый зеленый, зеленый. В следующем ходу мне забыть переключить. Артемиду они построили, да? Да, и там возмездие строят. Австриец. Ну, короче, вот у них австриец, походу, будет самый главный воеватель. Я знаешь, что скажу, что можно между тобой и японцем еще на вино город поставить? Он так Токио поставил, интересно. То есть поставить, потом крепостями как-то отъедать там, воевать. Вообще, Токио один лес спилить и все, и можно захватывать. Да он берсерками вообще захватывается. Я думаю, что... Я даже не знаю, вот стоит ли вообще на японца отвлекаться. У них главное австрийцы. Тебе надо берсерками тупо на него валить. То есть брать Монако и Орхус, Монако, там строить дорогу вот через это и туда прям... Монако очень тяжело, тут река, тем более он отхватывать будет, скорее всего. Я вообще Магадиша бы забрал сначала. Так, у меня пророк, что брать? Ну, плюс два, видимо. Я думаю, да, плюс два тоже лучше будет. И плюс два... Пагоды или производство? Это интересно. Ну, у тебя есть вера, ты можешь в пагоду покупать. Бери пагоду, наверное. Ты сможешь в пагоду покупать, у тебя с счастьем проблем будет меньше. С другой стороны, у Возмездия там высокие города, как... Ну, так, относительно. И он явно... Религия у него. Это ж он взял религию. Он возьмет на производство. А японец даже без пантеона вообще играет. Я, как смотрю, даже семь городов могу сделать. Ну, у тебя счастье хватит на все это? Счастье. Счастье, да. Ну, как бы аренки там всякие, цирки. Плюс твои люксы, которые ты мне два дашь. Бля, построил все-таки дуболома. Ну, бля, Леша, ну ее... Ё-моё. Короче, его надо апнуть. Они все-таки открыли... Возмездия у... У него уже минус 10. Они открыли письменность все-таки. Ну, прям... Знаешь, даже вот интересно, что лучше. Вот я... Мне просто даже... Как исследователю Цивы интересно узнать в итоге, что лучше. Просто идти в мастерские или все-таки через библиотеки? Просто библиотеки, они тебе дадут... Ну, понятно, науку. Потому что, смотри, библиотека две монеты сжирает, а дает больше. То есть за город в четыре она тебе уже две монеты отдает. Да, но их еще надо построить. Да, их надо построить. И не в одном городе. И вот не факт, что ты из-за этого быстрее выйдешь вообще в мастерские. Ну, им-то надо, понимаешь? Им не просто в мастерские надо, им надо дальше. Поэтому именно для них, наверное, имеет смысл. Тридцать одну тысячу уже настроил. Может, он сам Монако решил забрать. Вполне. Может, у него там места нету. Четыре уже поставил. Блин. Какое-то издевательство. Так, даю тебе пока вино. У меня оно одно, но у меня плюс восемь счастья, так что... Блин, слушай, а у меня все дуболомы не стали мечниками. Я и забыл про это. То есть они как были дуболомы? Да, я вспомнил, что дуболомы именно... Ну, вовремя вспомнил, конечно. А какого великого человека брать, я думаю? Генерал, наверное, какого-нибудь. Ты знаешь, я бы взял ученого тупо, чтобы быстрее в берсерков выйти. Я не думаю, что тебе тут офигенно генерал понадобится. Тоже верно. То есть тут идея в том, что чем быстрее ты выходишь в берсерков и прибегаешь к сопернику, тем он более ошарашен. Ты должен берсерками там все выносить просто. Давай оба тогда по ученому возьмем, наверное. Ну, я думаю, что... Одному... Ты что, уже закрываешь, кстати? Через шесть ходов. Ну, я только сейчас беру предпоследнюю. То есть мне еще до закрытия тринадцать ходов. Так, на минуточку. То есть мы явно раньше... Блин, как меня достали эти варвары, а? Я не могу этот лагерь расфигачить никак. Они там появляются и появляются просто. Что-то... Да, пускай тут на золоте, в принципе, будет. Да и здесь на золоте давайте. Так, сделаем. Производство. Блин, я очень плохо играю в этой партии. Вот, просто откровенно. Ну, меня выбило из колеи. Потеря посела вообще никак не связанная с игровыми моментами, со стратегией. Тупой клик. Вот, просто тупой клик и все. Чего все там у японца сколько люксов? Сколько? Мне два показывает. Мне четыре. Так у меня... Я только на обмен. Не, они же по одному показывают. Так, четыре хода до инженерного дела, да? Подожди, они инженерное дело что, открыли? И деньги открыли? Да. Обалдеть. Имдар бы недалеко вообще. Вот именно что. Ну, арбалеты, я тебе сразу скажу, против берсерков не особо. То есть, ты считаешь, что у тебя это как рыцари, даже если не сильнее. У рыцарей сила 20. А у берсерков... Сейчас я гляну. Ничего, Сёляш, у тебя сколько денег? Да, просто у меня золотой век, и я все переключил на эти, которые деньги дают. Ты не обольщайся. 21. У берсерков 21 сила. То есть, у них на одну даже силу больше, чем у рыцарей. Просто мне надо идти тупые моих мечников, которые я, дуболомов, построил, надо апнуть все-таки. Я вот тоже думал себе одного апнуть, попросить у тебя. 55, он просит. Сначала мне надо. Сначала я соберу дань, потому что Флоренция и Магадиша рядом со мной. Так, деньги есть. Здесь он галикарнаст не строит, там еще. Ну, я бы на его месте строил. Я бы критин на твоем месте построил. А, ты строишь? Пять ходовщик. Специи. Слушай, а что я специи тебе даю, что ли? Да, мы на мрамор меняемся. Отлично. Просто у меня Флоренция хочет специи. Вернуться скоро. Ну, вот. Я об этом и говорю, что классно. Слушай, ну, там австрийцы, конечно, нехило так армию. Я на 3000 отстаю только. Я второй, я третий, кстати. Японцы там где-то 29 тоже может 30. Да, то есть он тоже фигачит. Да, но только у них... У японца 7 и плюс 6. У австрийца 21 и минус 3. Ну, то есть не видно, чтобы они особо дань какую-то брали. Это армия. Да, это армия. не понял золотой век запустил наверно 31000 у него кстати тоже пошел смог одишь собирать а мы защиту не можем пообещать если заберешь лагерь ты пообещаешь защиту сразу ты понял почему но именно пообещать защиту когда заберешь лагерь почему то что у тебя влияние увеличится тяжелоги просит она да ну зачем мне обещать защиту я тоже хочу снимаю дань взять во первых на тебя это не будет работать чтобы они еще не взяли тогда я флоренции пообещаю ты сейчас появится варвар он мне еще и копье убьют это мне в чате советую торговца взять это какой-то бред просто вот неплохая идея кстати помнишь против нас вайпер дима и sirius вайпер брал торговца он там фигню сделал он ради квеста взял и даже не реализовала в никак а нам нужны деньги плюс на они с флоренцы задружились австриец да ну отлично можно взять флоренцию наверно всех кромку взял всю верну или японец сейчас меня будет атаковать через флоренцию не знаю как тебе такой вариант так ну тут чудо нету в общем я все исследовал на своей территории оба чудо у них ситуация сириус не очень хорошая не золотой век видим взяли я просто раньше брал вот у них сейчас так все подскочила те второе по армии сейчас 27000 может кстати этот австрияк отдал японцу армию они там рядом находятся почему тогда австрияк не последний парни не всю армию ну вот и по японски ну смотри ты видишь там сверху он будет часа таком дань потребовал там 161 у японца да точно ну вот плохо то что мы должны делать делают они я конечно сейчас могу пойти у флоренции просто территорию грабить тоже плюс денежка какая-то да и взять могу флоренцию наверно шар ведь серьезно нужно можно по торговцу взять с тобой строить мечников а потих это они построили да ну там у австрийца куча пустыни судя по всему 44 армии 44000 японцев все отдал ему 18 лишнюю ночью япония сейчас пойдет на меня нападать я так думаю вот тут где флоренция так меня лишь торговцы или или вообще или вообще утику брать ты бы эту армию от архуса наверно вел бы вот у него здесь юниты стоят он много диши идет торговец или все-таки генерал или учу или новую или ученый да нам 16 ходов до твоих берсерков мне кажется это долго другой стороны торговец конечно тоже дает деньги у тебя будет наука какая-то убери торговца торговца возьму вот 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 Кажется он Магадиша решил взять Ну это очень странно Потому что Магадиша Нами отбивается просто Я имею большие сомнения Лучше лишь Митка Луков Стою пока Так у тебя сейчас будет минус по счастью Потому что Флоренция специи разграбила У меня и мама вернется Значит у меня минус по счастью На смотри он идет куда Интересно Может он вообще тебя атаковать решил Это глупо Ну как глупо Глупо ждать пока у тебя берсерки появятся Тоже верно Ну я наверное отойду здесь Пойдется ему это место отдать Потому что он реально будет Магадиша болеть Ну я сейчас поведу армию тогда к Магадиша тоже Ну в принципе ему достаточно так вот расположить Вокруг Магадиша Объявить ему войну Обстрелять И забрать И забрать А тебе нужно с той стороны вставать Да и тебе надо тоже вставать А куда у тебя торговец То есть его сажать не будешь? Ты его типа в Магадишу хочешь? Конечно, Леш Не сажать же его Зачем он мне? Блин, как бы ты сейчас его не посмотри Копейщик около Улуру Как бы его сейчас там не просрать Этого торговца Отлично Сейчас соточку еще получишь Что-таки на меня, наверное, идет Ну вообще, Орхус В принципе Он же мой Да, меня варвары тоже достали Орхус Японцы еще денег много Я австрияка тоже Ну они дань собрали Японцы А у них и вход еще нормально Ну видимо золотой век Как ты говоришь Блин, ну тут надо как-то друг другу передать армию Потому что иначе мы тоже дань не соберем никак Либо мне тебе передавать армию Либо тебе, мне Наверное, мне тебе Нам дороги уже между друг другом строить И это тоже, да Ну тут надо от Утики просто в Магадишу, наверное Тебе Магадиши надо брать Конечно Они построили великую библиотеку И что взяли? Философию? Непонятно Они либо инженерное дело взяли Они драму поэзию сами открыли Почему сами? Может они ее взяли? А, ну может быть Подожди А, подожди Они вышли в гильдии Они вышли в гильдии Скорее всего они инженерное То есть они идут Нет, они идут в арбалеты Они идут в арбалеты Ну, собственно Им осталось в арбалете только открыть И все Так, ну я к тебе армию введу Отдавать Чтобы ты попытался дань взять У меня сейчас 24 тысячи всего лишь Меньше, чем у тебя даже Ну деньги-то на ап тебе будут нужны Ты будешь апать У меня 27 То есть если я тебе отдам армию То у тебя должно быть больше, чем у японца Тем более, что у японца, наверное, на тебя нападает Хотя фиг знает Че, до конца хода будут ждать Чего? Вон он походил Копейщиков мне подсовывает Буду я копейщиков бить? Ну шо, у тебя варианты есть? Вон метка Этот Коляска Вообще, мне кажется Это какая-то ошибка С их стороны Орхус именно атаковать Утика боролась бы проще, нет? Не знаю Так может они не идут на Орхус Ну конечно Вон столько армий Прутся через О, пичу Мачу-пичу Они взяли, видимо, инженера С Видимо Вряд ли у них свой родился Так, он отступил там Хотя Может и свой, кстати У австрийца мог свой родиться Потому что там пирамиды И храм Артемиды Магодиша все-таки идти Я думаю будут Или наутику Через тебя Через Магодиша Ну плохо, короче Сейчас надо что-то делать О, Магодиша решил Выпилить лес Да, он с римоном уйдет Ну подводи свои войска Сверху от Магодиша Да, я понимаю Надо аккуратно Или он сейчас Обставляет вокруг Магодиша Чтобы его взять Тоже вариант Еще крепкий Может пограбить у нее В Флоренции Недолго осталось Там три хода буквально Да, я А Магодишся Можешь туда торговца засунуть Или ты не будешь торговцем Я уже посмотрел Мне еще до торговца Пять ходов Окей Ну вообще В принципе У меня Есть Три мечника То есть Если У нас пять ходов До берсерков Эти три мечника Апнуть в берсерков Это хорошая идея Ну тебе их надо Ко мне привезти У меня тоже есть мечники Ну они Видишь Они около утики Уже практически Точнее Двое уже в утике Один вон Лечится в гадосе То есть Я проведу их Надо наверное Уже их везти Собственно Лучником походил Если что Этим левым Метколуком Вон он еще подходит Давай наверное Этих метколуков Зажмем Тут два Три метколука Тут я не думаю Что они мечников Убьют Пока помидоры Воюют А встриак там Развивается Да Ну понимаешь Если они нам Ничего не сделают До берсерков Мне так кажется Что ты их Должен снести Они как бы Исходят Из этого Ничего неудача Должен сними Безус Музы А А А А Продолжение следует... 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 обстреливает метка лука у тебя об это значит он потратил выстрел уже не на город там генерал подошел суши не знаю стоит ли нам своим берсерками я бы вместе берсерками просто то есть у нас тут какая-то армия есть может бежать берсерками к австриицу туда и все грабить не знаю мне кажется нужно это все развалить занять это место может магадиша все-таки забрать имеем потом да но он будет тогда в границах а ты же сейчас дружишь магадиша правильно да я вообще союзник суши так может мне уже торговца не брать там как бы деньги то не нужны сейчас может не генерала взять можно можно было передать не можно нужно вообще так мутики нафиг стены не стреляли стреляли уж по нему пока еще бегает ну можем убить он заберет город хотя ничего я не ну или можем убить стреляешь насчет давай а нет все 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 сейчас не убьем забирают город у тебя копье есть если что надо меч не косметика меня кого мои взять я беру генерала все окей смотри мне он на дорогу построил уже через реку там магадиша смотри мечника свою которых ты привел одного выше ставь и дари и еще одного дари ну то есть чтобы я сразу 2 апнул да хорошо правильно так железо железо и железо да что делать железо ну смысле что делать железо ну что не хватает железа уже не все есть сейчас я пойду я тебе все железо которым я был я тебе отдал я понял а у меня еще 2 берут магадиши пусть берут понимаешь нам не стоит здесь как бы вот сковывать именно берсерков на это магадиши отвлекать мне кажется что стоит какой-то бежать я этих метколуков буду сейчас просто вот как орешки щелка но они сейчас явно хотят взять магадиши и сразу апнуть то есть они хотят взять магадиши когда они выйдут в арбалеты они берут магадиши и сразу апают юниты в арбалет как-то так с монако дань взять не можешь не у я не первый даже еще ждем с магадиши что они сделают на следующий ход а а а а а а Нифига себе Так, заберёшь, да? Ну, надеюсь Ну, это, кстати Это забавно, но это Это тоже Тупо, на самом деле Меня вот всегда подгорает, честно говоря Когда я вот беру вот эти города-государства А кто-то их отбивает и Освобождает, ну, потому что это Это странно Ты с ним воюешь? Ты же объявил ему войну Вот японец объявил войну Магадиша, да? Захватил его А тут я его освобождаю И внезапно у тебя оказывается Что ты, типа Должен выходить его из границ Хотя ты всё равно продолжаешь с ним воевать Тупо, тупо Я согласен, что это тупо Но вот так вот работает Мне вот кажется Тупым вот эта передача юнитов И брать дань два раза Мне это не очень нравится Да О, слушай, он на Карфагену при это Ну, я не думаю, что какие-то проблемы должны быть, правда Да, не будет вообще Единственное, что... А, фланец же с тобой это Если он, конечно, сейчас всех юнитов сюда не отправит Строит дорогу здесь на лесах Магадиш Не знаю Ну, построй, наверное, да О, он строит Ну всё, метколуками вот этими они не возьмут Магадиши А у тебя сколько денег? Минус шесть Ладно, у меня мечники лишние остались Ну пойдём мечниками тогда топать туда Давай, Лёш, знаешь как? Ты, наверное, можешь генерала мне отдать Хотя мне он пока не нужен Мне ничего тут отъедать Генерала отдать И юниты свои там, не знаю, вниз повезти К Флоренции, чтобы я тут это сам уже Слушай, клеток мало, правильно, мне двоих Да я думал, что... Да я одному контролировать легче Да, 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 я тебе отдам Генерала То есть тебе не нужны мои метколуки Вот эти копейщики Это тебе ничего не надо Вообще можешь мне их отдать Вон, дорога к О'Пангу есть А я ещё слоников бы ты обработал, сходил, кстати Слушай, может нам слоников открыть? Между прочим, моих карфагенских-то Давай-ка мы их откроем Или нам арбалеты прям нужны? Арбалет нужен как можно быстрее Блин, ну там вообще ещё конюшня Так, на минуточку Ну, у тебя, правда, конюшня ничего не дает Они открыли арбу Помидоры, деньги кончились Ну, всё равно куча юнитов тут стоит То есть желательно, конечно, это всё побить ему Спасибо, помогли мне там Где-нибудь в Монако потребовать Напомнили Капсом аж пишет в чате Ещё мне в личку ещё в стиме написали Ну, это тоже не дело Надо самому играть Тоже согласен Ну, еее Ребочего забрал Ну, тебя сейчас убьют тут всё-таки берсерка Так, я, наверное, пойду Копейщикам и метколукам здесь к этому Понападаю Там арба Дороги у них через реку есть Нам дарбы-то, конечно, очень долго ещё Откуда взялся этот Да Это какой-то издеватель Единственная незасвеченная клетка на всей территории Мне так живёшь было Да Да, но мы сейчас в той ситуации, как Сириус с этим были против нас Потому что у нас нету науки, я так понимаю, да? У них не было юнитов сильных У нас есть Сейчас важно вот эту речку как-то законтролировать Перебегать туда Тяжело, конечно Ты не теряй там берсерков сильно Ой, чё-то ты кликнул много Ты кликнул? Да, два раза кликнул просто Ну ладно, не думаешь, сильно важно было Сириус 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 О, стырья, как там арбы стоят Ну, они арбалеты строят, да? Проблема в том, что вот юниты-то есть, а вот у меня нет возможности нормально подходить Так, Монако возьми, возьми Монако, блин Я же сказал об этом давным-давно Лёш, я не могу вот именно сюда подойти Ты хочешь, тебе ещё Монако взял? Я не могу подойти Куда-сюда? Не к Монако подойти, не вниз Так, у тебя вон сверху Мне нужно дороги Лес этот Сначала нужно дороги построить и просто сейчас самыми не фидеть Ну, это да То, что нельзя отдавать берсерков, это точно И следить за железом Кабмит, короче, ты, Лёш, науку сейчас тянешь У меня ноль, а? Ну, я её очень слабо тяну В гильдии 15 ходов А что у тебя со счастьем? Минус 2 Давай я тебе, наверное, шёлк отдам У меня плюс 5 Давай Короче, я никуда не пойду, пока дороги не построю, как минимум Хорошая идея Флоренция терракотовую армию просит Флоренция терракотовую армию просит Так, отойду С頭 на холом Продолжение следует... Вернулся. Сейчас там ее интубили. Где? А, понял. Обстреливай копейщика, я его, наверное, убью тогда тоже. А, ты его сам убил. Класс. Зачем у коляски строят? У него не были, типа? Наверное, были. Я их давлю за один раз. Леша, ну стой стены, зачем они тебе там? Это стояло в очереди после метка лука, не волнуйся. Блин, я не хотел его убивать. Ладно. Магадиша тебе не хочет опять дань дать? Там влияние минус. Очень маленькая. Я считаю, что надо брать Монако и из него атаковать австрийцев. Ну там охраняет, там арбы много. Ну, вся армия в основном у японцев, я так понимаю. Теперь мы сделаем первый зону вниз и приеме огня. Японца вот отсюда выгнать, тогда я смогу дороги свои проложить и просто забегать к нему через эти дороги Потому что вот здесь вот на джунглях, если дорогу проложить, то тут как бы нет территории вражеской Ну надо выгнать Надо выгнать, да Ты это можешь только берсерками сделать, когда они у тебя настроятся куча Леша, построи ниже утики тоже дорогу, вот где у тебя лучники, я сейчас тоже там могу побегать еще Дорога вообще везде нужна Окей Я убрал копейщика Слушай, а подходи туда метколуком, где у меня копейщик стоял И обстреливаем вот этого следующим ходом арбалета, который справа от Улуру стоит Потому что видишь, у меня снизу еще три метколука идут Ты одним только стрельнуть сможешь Ну одним, а ты двумя То есть это уже арбалет Так он сейчас еще сам походит тоже сюда А он уже ходил этими, по-моему Ну кем-то он там ходил Ну кем-то он там ходил Прикол в том, что они в теологию А, нет, показалось Показалось Ого Леш, тебя ждут там Ну стреляй, тем не менее, по этому метколуку, я думаю Да, ну тут, конечно Ну вот Он двумя, он двумя нижними сходил Тут берсерки твои с Флоренцией будут в тему А, нет, 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 нет Так, я уже пагоды у себя покупаю Или может стоит разнести к тебе веру Нет, сначала я пагоды куплю, чтобы у меня Да, купи, купи пагоды, все верно Надо ждать дороги, без дорог вообще нельзя Да, я даже сейчас берется когти нам не поведу пока Ну я веду уже Рабочих строить там дорогу Как лучше их провести, по-твоему А тут Утики прямо на скоте, на лесу, на нижнем лесу На холме, на оазисе Ну оазис, возможно, лишний Но просто чтобы я мог везде бегать там Как это Как, не знаю Что дурной Как по лугам, да Блин, как бы он этими арбалетами на меня не пошел тут Ну, хотя у тебя тут берсерки Арбалетами можно только защищаться от берсерков, а не нападать Так, вот там под улуру два арбалета стоят Которые походили уже Они обстреляли моего метколука Так что ты можешь берсерком Я только одним могу Ну, тем не менее Не так уж сильно, кстати, бьет А что там, прокачки какие-то Он весь решил улюбить Это, кстати, зря он, наверное, делает Возьми слонов 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 нормально можно не убивать эти эти этого арбалета как бы просто еще следующим ходом одним берсерком оттокануть нормально так все производство раскочегарил вино забери и 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 следующим ходом все пять городов сразу вырастут вообще вау решил убить все-таки я уж да решил вопрос он походил поэтому он видишь не смог добить стены дельки бузеров доживут то там уже мы не выиграем я все но думаешь надо импорт сойти там легко очень ему город сломать тем более я не вижу что там за монако как города стоят ну и здесь я считаю что тебе так удобнее но и 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 Продолжение следует... 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 опять у японца откуда-то деньги генералы вообще никак не используются надо бы город как-то поставить к ним может ну может и магадишу захватишь как тебе такой вариант ну давай я подведу сейчас копейщик и тогда и следующим ходом давай объявляем войну магадишу и захватываем к стен нету 15 защиты вот пусть генералов использовать куда ведь этом кстати ты в честь пошел или куда конечно в честь не ну то есть у тебя скоро второй еще генерал будет счастье если твой 2 так у тебя два генерала есть да есть какой-то там на битва вообще может и 4 недалеко сорянутом в атаку пошел до этого какой-то вот не знаю откуда он хлам берет неужели не сами реально он еще при вырубил джунгли ну типа как мясо может строить у них много армии потому что они вместе строят да да мы вот не вместе но тут надо потерпеть то есть я сделаю чтобы у меня производство было я тебе буду армию строить я же не могу тебе строить берсерков понимаешь если бы я мог я бы это делал а строить метка луков как мне кажется бессмысленно сейчас они то строят арбалеты а что метка луки тут то есть это да 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 так Давай в магазин тогда щас Ну все Атаковать нечем или копейщикам проатаковать Не копейщикам не надо Ну вот теперь они пошли в атаку Сейчас они отобьют Магадишу и нас выкинет Конь там вон Короче не захватывай Магадишу Пытайся убивать его юниты Не могу, Леш, не получается Потому что у него очень много арбалетов То есть хоть и берсерки Я разменю в одной берсерка Типа в арбалеты иногда Нет, ни одного, даже двух У них вон тоже лошадь есть Им недолго подходить Тебе метка лука Магадишу убьет Я понимаю Отведи копье свое Вниз Надо крепостями давить Без крепостей ничего не получится У меня генералы просто так стоят Да, да, именно так Я там тебе дорогу уже ниже утики Слушай, там тебя Берсерка твоего убьют Не вижу Даже скаутов строит Коляска Слушай, про такую коляску берсеркам Даже раненый берсерк с одного удара Мочит коляску Ну все, они вот такой Короче, Леша, что-то мы тут не так сделали В этой игре, мне кажется Вот, к атаку еще можно отбить Можно А где они в атаку идут? А, он там сверху Он перешел там Магадишу надо брать Только надо раньше оставлять Так, надо брать, чтобы Он не мог отбить в этот ход Он рабочего привел Вон там внизу Он там дороги строит Берсерк внизу Поздно Это колук Вообще, знаешь, надо бы просто развиваться Вообще, вот представьте, что у нас нет берсерков Просто играть Чудеса там построить Ладно, уже поздно А то, что у нас армии нету, это как? Какой армии? Ну, армии Ну, в смысле, представить, что у нас как бы нет юнитов Просто развиваться Потом они как дополнительный бонус такой Ну, просто мы зря в них упоролись Я думаю, без библиотек, без всего пошли Я городов лишних наставил Ну, так что, может, библиотеки откроем все-таки? Да ладно, один из ходов уж до арбы Они в лицарстве Ну, все, сейчас рыцари побегут А твои берсерки против рыцарей всего лишь на одну силу больше имеют Магадиш нет смысла забирать, они ее отхватят обратно Только они уже оставят ее себе Сами тут будут бегать Ну, да Да не, вообще, я вот не знаю просто, что делать здесь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! А вон и рыцари побежали Надо было все-таки в библиотеке зайти, видимо Не, не думаю В другом месте где-то не так сыграли Ну, или, я считаю, надо было Монако брать То есть медленно построили дороги и выносить именно, что австрийцы А не с едом, что будут стоять воевать Леш, ты... ну, вот скажи, ты как ты будешь Монако брать? Там река, ты видишь? Плюс он защищать будет Плюс там стены раны Ты можешь просто высаживать там юниты Ты же не должен объявлять ему войну И ты против ГГшки ты можешь поставить там юниты вокруг нее Расставить, объявить войну и захватить Нет, это не Монако дело, мы развитие проиграли Вышли в Берцерков, да, но это вообще не помогло никак Дорог не было, ничего не было Чудеса не забрали ключевые Ну, то есть это Галикарнас, который вообще не нужен в принципе Ну как, если бы ты ставил крепости, то ты... Вот, сейчас ставлю Давай играть дальше 300 денег имел бы Так, а что еще сыграть? Ну ладно, играем, да Давай, давай Вот в Берцеркове проблема в том, что они не могут вот убить юниты и отойти Как кони, допустим Я убиваю арбалет И он потом Просто убивает моего Берцерка Просто на тебя пойдут, на меня трогать даже не будут сейчас Да, вон на утку, пошли Ладно, забей, не хочу мучиться Ну, блин Ну че, плохо собирали Ну я считаю, это потеря вот этого поселенца Да, вряд ли, конечно Поселение здесь завершило Ну а что ты ставил? Я бы быстрее город поставил, но быстрее было бы развитие Мы быстрее вышли в Берцерков, например Что нет? Я думаю, что это не сильно важно Ну в смысле, что вот даже если бы даже на 5 ходов раньше мы вышли бы все равно Они в арбу вышли раньше, чем мы в Берцерков, если не путаю ничего? Ну, примерно да, примерно так и было Но они зашли в библиотеки Они зашли в библиотеки Сначала открыли библиотеки, а потом пошли в арбалеты Вот, то есть это дополнительная, считай, наука, дополнительные деньги Это первое Второе Мы хреново брали дань с городов-государств Просто вот Пару раз взяли и все То есть Вообще никак этим не пользовались Так, Катя, за них ты не хочешь загрузиться? Я вот гружусь И места у них вообще не лучше даже, я бы сказал Они даже в своих этих уникальных японских юнитах не выходили Тупо арбалет Да они не нужны Они даже литю не открыли Да, они построили Артемиду То есть там, видимо Ты за кого, Катя, загрузился? За Австрию Я за Японию А что хоть за чудо у них второе? Килиманджаро у японца рядом, да? Да А что, нету еще одного чуда? Сейчас еще У них написано, что они требования уже А, вон оно У японца Кратер Берринджера Ну, так себе Это ладно Ну, чуть больше науки, да Он его, кстати, постоянно обрабатывал, но Смотри, он поставил крепость японец на железо Ну, типа, чтобы отъесть специи, видимо, валетты То есть он даже настолько И мы не нужны были генералы, что он поставил даже там крепость Это у тебя, наверное, поставил Меня еще нет Ну, я на 2 ход назад загрузил Они просто нормально развились И я, наверное, ошибся, что я кучу городов наставил Это плохо сделал Надо было тоже чудеса строить Вот Артемиду какую-нибудь Это все потихоньку Просто развиваться по новке так же Можно было вообще в разбитии играть Я понимаю, что пирамиды точно надо было построить Потому что дорогами У нас бы кто? Да, я понимаю Я просто про них в тот момент вообще забыл Потому что он в другом думал Да, у них совершенно не лучшее место, чем у нас То есть Такой же Ну, у японцев, конечно, неплохое Там промки очень много Еды, правда, не так много Ну Тупая потеря поселенца Вначале Конечно Ну, они вон там фармят Он, видишь, он даже не забирает лагерь Он просто фармит культуру с этого лагеря Понят? Да Хотя он... Это... Не, он не фармит Он появился только У меня он только не фармит, а стоит просто Лагерь Ну, только там никого нету Вот у меня Ну, может быть Может, он убил его Ну, Петра, кстати, у австрийца Буквально тут на три клетки и все Ну, такие три нормальные Потому что у него два... А, у него два оазиса, кстати Он на них до четырех вылез И начал потом посила клепать Потом чудеса Да А чудеса он клепал, потому что у него в столице мрамор был У меня тоже Да, ну... Только я фигней занимался Ну, я так понимаю, что мы именно, скорее всего, из-за чудес проиграли То есть, так как австрийц забрал и Артемиду, и пирамиду Как я тогда за Эфиопию Да, да Он тут очень круто мог арбалеты клепать То есть, он, собственно, это и делал Я так смотрю, что именно он арбалеты тут в основном фигачил А, вот у меня где еще ГГшка Валетта То есть, он у Валетты постоянно брал дань Ну, короче, тут можно было побеждать То есть, просто соперники лучше сыграли, чем мы Нету какого-то подвоха Там, что у них лучше место Или какие-нибудь лучшие чудеса Или лучшие города-государства Ну все, спасибо за игру Да, спасибо тебе тоже за игру Спасибо, что застрели до конца Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео У меня к вам несколько просьб Во-первых, не забудьте поставить лайк А во-вторых, поделиться этим видео Раз уж вы застрели до конца Видимо, оно вам понравилось Я вам буду благодарен И это поможет распространению моего творчества Для более широких масс На этом все Играйте в умные игры